Не за горами Красноярский экономический форум, место встречи топ-менеджеров крупных компаний со всего мира ведущих экономистов края и страны. Попасть на него можете и вы. Для этого нужно выбрать площадку и зарегистрироваться. Вот об одной из них под названием «Поколение 2030» расскажет наш гость, председатель молодежного правительства Красноярского края, а также председатель комитета молодежной площадки «Поколение 2030» Юлия Верхушина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, с праздниками вас, уже с прошедшими и с грядущими. Ну, а теперь расскажите, что такое «Площадка 2030». Это некое продолжение площадки 2020 или вообще другая тема какая-то? Это все та же, по сути, площадка «Поколение 2020». Дело в том, что молодежная площадка в рамках Красноярского экономического форума проходит уже не первый год. Уже несколько лет подряд мы собираем здесь, в Красноярске, на Красноярской земле, со всей страны самых интересных, самых ярких, самых талантливых ливи и обсуждаем какую-то определенную тему. Если в прошлом году тема была достаточно широкая, по сути, мы говорили про кадровый потенциал нашей страны в спорте, в культуре, в образовании, в науке. В этом году это та же площадка «Поколение 2020», только тема новая, тема «Новый общественный договор». Мы будем говорить о том, как выстроить новую систему общественных отношений. Насколько мы знаем, ну или, может быть, здесь нас поправишь, площадка наша молодежная, это чуть ли не единственная площадка такого масштаба в стране. Да, если говорить именно о деловых форматах для молодежи, всегда считается, что это самая крупная, самая представительная площадка, потому что все-таки Красноярский экономический форум – это очень значимое событие в жизни нашей страны, и этот форум входит в линейку самых крупных экономических событий в нашей стране, нарядует, например, с Питерским международным экономическим форумом и так далее. Поэтому сделать в рамках такого большого, яркого делового события свою молодежную часть – это, конечно, большая честь, и я рада, что несколько лет получается удержать это. Если говорить, например, по итогам прошлого года, у нас конкурс на попадание на молодежную площадку был очень-очень большой, почти 1700 заявок со всей страны мы получили только на 60 мест лидеров, которые мы разыгрывали. То есть конкурс… Похлеще, чем в ВУЗы некоторые. Да, похлеще, я бы сказала, чем большинство в ВУЗах. Ну а в этом году как можно будет зарегистрироваться? Любой желающий или опять уже много-много желающих, а мест мало? Я думаю, будет какой-то конкурс опять. Конечно, для нас принципиально важно, что попадание происходит по конкурсу. Никаких квот, никаких каких-то таких попаданий по спискам. Ребята заполняют на сайте «Поколение-2030» свою анкету, заполняют там свою фартфолио, рассказывают, чем они занимались, какой у них есть социальный опыт, как они умели привлекать ресурсы под свои проекты, какие это были проекты. И после этого все заявки аккумулируются, выбираются 20 самых ярких, интересных людей со всей страны. Это может быть любой город нашей страны. И, собственно, мы обеспечиваем приезд, питание, проживание этих участников. И они приезжают сюда, вот эти 20 человек, на 5 дней раньше. Они будут работать с экспертами, с модераторами здесь заранее. После этого мы уже в сам день молодежной площадки пригласим еще 600 гостей, также отобранных по конкурсу. Поэтому, по сути, 620 человек. Такая селекция у вас грандиозная среди всех. Скажите, уже вы упоминали о том, что должен быть опыт в реализации социальных проектов. Что именно это? Да, в этом году мы говорим о том, как выстроить эффективно систему взаимоотношений между государством, бизнесом, третьим сектором. Поэтому, конечно, принципиально важен именно вот этот социальный опыт. Это могут быть совершенно разные проекты в сфере молодежной политики, в сфере образования, культуры, которые делали ребята. Главное, чтобы этот опыт был реальный. Чтобы у них была своя команда, чтобы у них были свои цели, задачи, какие-то правильные, интересные результаты. Опыт привлечения ресурсов под реализацию этих проектов. То есть на все эти критерии мы, конечно, смотрим при оценке заявок. Кроме опыта проектной деятельности, мы смотрим на опыт общественной деятельности, чем человек занимался, как он это делал и так далее. Ну, я так понимаю, вот эти требования, они предъявляются к тем людям, которые попадут вот в эти 20 человек. А для гостей, вот для остальных 600 человек, которые придут слушателями, по большому счету, ну и участниками обсуждений, что нужно вот, чтобы попасть в эти 600? По сути, конкурс у нас единый. Единственное, что когда мы подводим итоги конкурса, мы рейтингуем всех участников. И вот топ-20 попадают вот в эту категорию лидеры. Они заранее здесь прорабатывают с модераторами и экспертами эту тему. А 600 человек, которые приходят уже непосредственно в сам день молодежной площадки, они следующие в рейтинге. То есть, по сути, конкурс единый. Единственное, что если более тщательно заполнить заявку, можно еще попасть в лидеры и поработать заранее. Где заполняется заявка, вот подытожим, так скажем, беседу вашей. Да, традиционно это наш сайт, но, как вы правильно заметили, в этом году это не поколение 2020, а поколение-2030. Соответственно, мы выросли, тема КЭФа в этом году тоже Россия 2030, поэтому, наверное, есть смысл уже говорить о 30-м году. Поэтому поколение 2030, заходите в раздел, нажимаете кнопочку «Участвовать», и заявка придет к нам. Ну что же, большое спасибо за такой полный, так скажем, анонс. Будем рады вас видеть еще раз в преддверии, я думаю, мероприятия еще пригласим и поговорим более подробно о нем. Юлия Верхушина была у нас в гостях, председатель молодежного правительства Красноярского края, а также председатель оргкомитета молодежной площадки «Поколение 2030». Спасибо еще раз. Спасибо и удачного дня. Спасибо. Спасибо.